Всем привет! Меня зовут Макс Брандт и сегодня внеочередной эфир, но он, так сказать, тематический по той причине, что у нас 2-го числа эпик-влог-пати, то есть эпичная вечеринка влогеров в клубе Гребейда 2-го декабря в Петербурге. В общем, еще об этом будет очень много информации и сегодня мы говорим с тем одним из музыкантов, которые будут выступать на этой вечеринке, а именно с Ильей Стреколовским, солистом, фронтменом, основателем и главным чуваком из группы НЕВЗАТЯК. Ну, я сначала тоже хочу поздороваться. Привет, Илья, рады приветствовать тебя на нашем радио и я надеюсь на наши вечеринки, потому что вы там выступите, вы одни из хедлайнеров, у вас целый сет, все будет круто, приходите, там также будет фуршет и, пожалуйста, друзья, не забудьте ретвитнуть записи стены себе в группы, себе на страницу и добро пожаловать на эфир. Все, я пока ухожу. Всем привет. Привет, ребята, смотрите просто, как слышно Илью, потому что у нас некие проблемки, возможные с ним, но если нормально его слышно, то все хорошо, если не очень нормально, то плохо, что... Вот, а пока ребята пишут, как тебя слышно, я начну представление с тебя, как человека, которого я знаю, а потом ты расскажешь свою историю становления. Хорошо? А где пишут, погоди секунду, а где пишут по поводу того, как меня слышно, я не нашел нигде. Пишут вот здесь на тебе ссылочку и смотри сюда и радуйся. Хорошо слышно, пишет Виктория Максимова. Привет, Карина Кельметова. Привет, Виктория Максимова и Карина Кельметова. Это две девушки, которые постоянно, не знаю, как всех остальных, но меня слушают, мне очень приятно и, в общем-то, очень радостно, что они у меня есть. Так вот, мы с Ильей познакомились пару или даже тройку месяцев назад. Нас познакомил наш общий знакомый Валек Битвелл. Вот, он говорит, что, блин, парни, есть такой чувак, он музыкант, в общем, очень классный чел, познакомьтесь с ним, это будет просто супер. То есть и вам будет приятно и полезно, и ему тоже приятно и полезно будет. То есть вы друг другу и поможете в плане какого-то творчества и всего остального, и вообще задружитесь как черти. Ну, мы как бы так, открыто для знакомств, но какой-то тогда был такой день, ну, давай встретимся, может быть, ну, фиг знает чего. И в итоге пошло, по-моему, и все, как бы, оказалось даже лучше, чем мы думали, и Илья оказался более крутым чуваком даже, чем мог рассказать Валек. Просто это супер музыкант, лучший фристайлер в России, фристайлер это не который вокруг мяча ногой снует, а это тот, кто читает на ходу реп и придумывает всякие рифмы очень крутые. И он, кстати, Илья, он снимался у нас в вызове, вы помните, в студийном синхроне и выполнил шикарный этот вызов. То есть он, мало того, что одновременно пел песню и слушал, и писал другой текст, он еще и одновременно фристайлил и писал другой текст, это вообще было шикарнейше. Вот. Это, что я знаю о Илье. Все так? Да, все так. Ну, я не знаю, по поводу лучшего, конечно, в России ты загнул. Ну, я так считаю. Хорошо, все. Вот. Ну, давай тогда с первого вопроса, с самого начала, то есть, с чего ты начинал, кто ты вообще такой и как попал в... На что конкретно отвечать, с чего я начинал, кто ты вообще такой. На душину обойнушу бизнеса. Это где ты читаешь такие вопросы? Это у меня пока из головы идет. Это мой первый вопрос, просто с чего ты начинал, я всем его крутым чувакам задаю. Я начинал, ты конкретно спрашиваешь про рэп деятельность или музыкальную, потому что они отдельно. А вообще музыкальную, чем больше ты расскажешь про себя, тем лучше. Пишут, что Илью плохо слышно прерывисто, но, блин, так есть, но я думаю, что это не совсем уж трэш. Музыкальную деятельность я начал в 7 лет, когда начал играть на баяне, я пошел в школу искусств. Собственно, занимался я баяном очень долго, в последний день сейчас я учусь концертатория уже. А рэп деятельность свою я начал лет, наверное, 6 назад, 7. Я как раз начал ее с фристайлов, а мой первый трек был посвящен моему соседу по общаге. Это был диз на него, я помню. Мы устроили тур по всем комнатам общежития, играли всем чувакам эту песню, мы сразу согласили группу. Там местные парни играли, кто-то на пианинок, и я всем написал текст, там было 3 куплета, мы втроем читали это все дело. Было очень весело, я помню, что Миша, которому был посвящен этот текст, очень обиделся на меня. Бывает. На самом деле, по поводу обид, конечно, это просто об этом можно говорить часами, что когда что делаешь творческой, некоторые люди обижаются, а некоторые люди не обижаются. Вот. Что еще? Второй вопрос, какой? Почему именно рэп? Как пришла идея создать свою группу? Спрашивай у тебя, Карина Кельметова. Группу пришла идея создать три года назад, чуть меньше, чем три года назад. Точнее, я задумывался о том, что, ну, совсем не классно читать под минусы, когда у меня такое музыкальное образование, я бы мог сочинять музыку намного интереснее, которая бы не была одинаковая менялась время. Вот. И я подумывал об этом, и потом мы с моим другом это как-то обсудили, он говорит, давай я куплю клавиши и все соберем состав. Он вообще ни капельки не музыкант ни разу, в итоге он купил все клавиши, и мы собрали группу, он позвал какого-то своего однокурсника играть на басу, я позвал своего друга баяниста играть на гитаре, мы нашли парамбальщика и начали репетировать в классе, где просто стоял пианино, мы притащили две дохлые колонки и играли на акустической гитаре. Это было весело, но совсем скоро мы начали уже переходить к тому, что делаем сейчас, в том плане, что гитара стала электрухой, мы начали репать на репточках, чтобы звук был более сочным, ну и постепенно начал меняться состав. Состав менялся три раза к данному моменту полностью. И вот сейчас ребята, которые со мной, я надеюсь, что мы уже с ними так и будем до конца играть, потому что они очень крутые. Ясно. А кто участники твоей группы вообще? Можешь подробнее рассказать? То есть там клавиши, там хренавиши, барабаны, пульт... Я понял. У нас сейчас в группе пять человек, включая меня, я читаю рэп, есть также басист Никита, есть гитарист Дима, есть барабанщик Дима и есть диджей Максим, который сегодня должен был быть на эфире, но приболел, он мне позвонил, что у него температура, и он не готов вещать. Максим не только диджей, он также занимается тем, что включает все подложки, то есть все, что у нас записано в трек, но это очень сложно воспроизводить одновременно. Но там клавиши, у нас нет клавишника в группе сейчас, и не будет уже, скорее всего, никогда. Это клавиши, это всякие звучки атмосферные, это, ну, множество, в общем, разных звуков, например, там развернутая тарелка, то есть, которая нарастает, там перед приемом, это классно звучит. С таким эффектом звучания голоса офигенно получается тарелка, сама это очень прикольно. Вот, и основная задача Макса, на самом деле, это делать бэки. Не считая того, что он делает скрэч и включает подложки, он делает мне бэки, потому что дыхание катастрофически не хватает, потому что я прыгаю, колбашусь и быстро теряю весь воздух из легких. Вот, собственно, так и живем. Понят. Вопрос такой, узнают ли тебя на улице? Ну, я знаю, достаточно редко, но уже давно это началось, еще года полтора-два назад меня узнавали. Я помню, поехал в Москву на какой-то баттл фристайлерский. Приехал в 6 утра, с такой невыспанный сел в метро, вдруг меня какой-то парень толкает такой в бок, я посмотрю на него, и он, ну, в общем, он меня узнал, там расспрашивал, зачем я приехал, и бла-бла-бла. Ну, у меня был рекорд после ульбарнии прошлой, а меня там в следующие дни там узнавали вообще просто в какой-то день. Я там 6 раз узнали, пока я там ездил буквально туда-сюда. Чуть-чуть. Вообще красава. А сейчас уже давненько не узнавали. Расскажи еще пару своих титулов, ты же выигрывал эти самые какие-то российские титулы. Тебе баянистические или олиперские титулы? А все, до вас сначала баянистических, а потом уже фристайлерские. На баяне я выигрывал множество конкурсов. Я выиграл городские, областные, всероссийские. На международном тоже лауреатом стал. После этого я больше по конкурсам не ездил. А я ездил еще один раз, точнее, через большой перерыв времени, и уже там ничего не взял. Вот, и больше пока не ездил. Но уже, наверное, не поеду, потому что баян – это не основная деятельность. Ну, как бы, то есть это основной, на самом деле заработок мой сейчас, там всякие корпоративы и так далее, но это, естественно, не тот уровень, на котором надо играть, чтобы по конкурсам ездить. То есть там надо заниматься каждый день, там часов по шесть сидеть. Ясно. А по поводу рэп, твоих фестов и фристайлерских? Ну, я понял. По рэпу я участвовал на очень большом коллективе фристайловых всяких штукенций. Я даже так название не вспомню, но из ярких – это фестиваль «Некс». Мы с моим другом Вуди Вудом выиграли его. Это тоже открытый был российский фристайл-баттл. Дальше на Урбане я в том году взял приз «Талант». И по версии фестиваля «Пузыка улиц» на самом деле это не очень крутой фестиваль, но мне нравится позиция. Мне отдали приз «Лучший фристайл» 2011 года. Вот, и мне было очень приятно. Пантовый ты чувачок, оказывается. Ну нет, на самом деле нет. Давай перейдем потихоньку уже к группе, к ее жизни. И, в общем, личный вопрос от меня. Как часто, где и как проходят ваши концерты, в том числе и уличные, то есть такие как бы самоконцерты. Расскажи просто про эту деятельность. Уличные концерты у нас проходят практически каждую неделю. Но вот сейчас холодно, мы сейчас не играем на улице. То есть мы где-то там ютимся, где-то в клубах выступим, где-то на корпоративчиках. Вот недавно на этом выступили. Ладно, не буду называть. В одной из качалок города. Сетевая, большая. И нам за это дали 5 абонементов на группу. Мы остались довольны за полчаса. Вот. А также вот мы с Нойзом выступили в главклубе. Вот это было круто. Да, кстати, вы могли, дорогие друзья, видеть наш ивент-влог. Офигеннейший эпичный ивент-влог, где мы скакали на сцене. И Илюха выступал перед Нойзом, перед кучей народа. В общем, это было офигительно. Вот. То есть даже сейчас на стене Костя выложил наш видеоотчет. И вы можете посмотреть. Если, конечно, вы дурачки и не смотрели до этого, у вас есть шанс исправиться. В общем, на самом деле, здорово. Так, по поводу... А можно я немножко скажу про этот ивент-влог? Он, во-первых, действительно самый классный и, наверное, один из самых лучших пока ивент-влогов, который у нас есть. Я помню, когда я отправил его концертному директору и администраторам Noize MC, они не оценили вот этой шутки про то, что все пришли на него в затяга, а не на Noize. То есть они реально, по-моему, обидели. А вот как раз самый генеральный директор, то есть вот Noize он оценил и он ретвитнул. То есть он как бы он понял, он врубился в юмор. А кому ты скидывал, кроме Козыряна? Что? Кому ты скидывал, кроме Козыряна? Слушай, я вот сейчас просто по именам не помню, я просто не нужно посмотреть. Но вот кому-то вот в группе, через группу Noize MC, в общем, вышли на них. Это просто админы группы, как бы, это же. Не-не-не, там были не админы, там именно был директор. Потом уже как бы сам директор, вот он как раз ретвитнул. Понятно. Так, слушай, а какие-нибудь выступления ближайшие, кроме Epic влог-пати, про которые мы говорим чуть-чуть попозже, планируется? Или вы пока... Да, мы хотим сыграть с Ольник в ближайшем году. Ну вот мы хотели его сделать в декабре, но у нас не с раздавались с клубами. Мы не смогли найти достойную площадку. Потому что мы хотим сыграть концерт бесплатно. Соответственно, нужны какие-то такие прям дранские условия от клуба, чтобы нас допустили поиграть либо за дешевую, либо за бардом еще как-то. Но раз в декабре у нас не получилось, уже организовать, потому что это должно быть заранее. Очень сделано, чтобы ребята успели узнать, кто хочет прийти. Мы, наверное, в январе это знаем. Ну, я тоже сказал, да, что я, наверное, скорее всего, помогу как-то. И какой-то концерт я вам все-таки попытаюсь организовать в одном из клубов Петербурга. Вот так что тоже респекте, чувак. Окей. Давайте как раз перейдем к теме Нойза, Анакондас и вас. То есть, именно, просто, ни для кого не секрет, те, кто знакомы с этими тремя группами, с их творчеством, то есть, как бы, они чем-то похожи. То есть, каковы у тебя отношения, допустим, с Анакондасами и с Нойзом самим? С Анакондасами мы дружим. Вот я недавно ездил в Москву, писал им баян на их следующий альбом. Возможно, у нас что-нибудь будет совместное. Возможно, не получится. Ну, мы уже обсуждали этот вопрос, так что ничего говорить пока не буду. Если получится, будет классно. А с Нойзом, ну, я с ним просто познакомился прошлой зимой. Мы договорились объявлять в личный концерт. После этого пару раз созвонились, собственно, сыграли на Синай. Это в мае было, в конце мая. После этого они нас позвали сыграть в них на разогреве в главклабе. Мы сыграли. Ну, как позвали? Я спросил, а как вам идея сыграть, чтобы мы на разогреве выступили? Они сказали, да, да, это классно. Ну, конечно, ребята, да, да, да. То есть, ну, по сути, я напросился. Вот, и мы выступили. Ну, больше мы с того момента не созвонились. Никак, ничего. Ну, наверняка, еще что-то будет как-то. Ясно. Андрейчик, а вру Андрея, Александр Чекалин спрашивает, пригласишь для фита Гена Федерова на трубе? Федерова, наверное. Ну, там как бы... Мы с Геной обсуждали вопрос записи трубу. Был один из новых треков. Я с Геной знаком как бы давно. Наверняка. Скажи, пожалуйста, про него, потому что я не в... Гена Федоров это парень, который закончил в этом году училище Римского-Корсакова по классу трубы. Он хорошо очень играет, классно импровизирует. Он здоровский трубач. И, собственно, я не знаю, насколько его карьера складывается по поводу работы на трубе, но я его неоднократно видел на вечеринках танцевальной школы СДС. Они проводят очень классные вечеринки, огромные. это Слава Корневец и его команда. Они делают его. Там Гену выступал на трубе, играл. Я там фристайлил. Это мероприятие одной из последних крупнейших, называлась Хико Пантология. Вот там было очень много народу. И вот следующий фест, который будет, по-моему, в мае снова, Пантология, он вообще будет глобальным. Там будет масса людей, будет какое-то огромное помещение, будет очень круто. Пантого. Ника Кисель спрашивает, раз уж мы говорили про твои концерты, про ваши концерты, какой запомнился больше всего? То есть, именно из уличных, из Нойзовских, то есть, что ты будешь вспоминать еще долгие-долгие годы? Хороший вопрос. На самом деле, я не могу выделить самый яркий концерт, пока что у нас не было такого, но я помню наш самый первый концерт мы выиграли на улице на линии шестой Васьки, пешеходная линия. Мы очень далеко тащили всю аппаратуру на себе, мы где-то мытили барабаны, колонку тяжелейшую, пришли, это не очень-то проходимая улица, мы зарубили концерт, там пришло просто наших друзей, человек 15, и это было достаточно здорово, а после этого нам еще на наш канал ютубовский прислали ссылку о том, что про этот концерт написали в какой-то газете и это блокер. Ясно, в общем, молодцы творческие ребята и вообще очень классные. Итак, довольно неплохие вы, пишет тебе Никита Максимов, сильно смахиваете на анакондозов, но с подачей и флоу каждого проблемки. Не кажется вам так? У кого у каждого? Видимо, у вас у всех хреново с подачей и с флоу? Подачей и флоу я так понимаю относится к непосредственно речитативу. Ну да, эй, яу. Читаю я один, а вопрос задан про множественное число. Ну, как бы, самое, видимо, группой у вас неплохая, смахиваешь на анакондозов, но с подачей и флоу каждого проблемки. Не понял вопрос, честно говоря, но в общем, короче, ты как считаешь? Ты понтовый, чувак? Есть, куда развиваться. Вот, меня устраивает абсолютно ответ. Я не знаю, Никита устраивает или нет, но мне очень нравится. Итак, последний вопрос пока что перед нашим, так сказать, блоком Эпик Влог Пати. Вопрос Максу. Что решили с поездкой в Москву? Поездка в Москву будет, о ней чуть попозже и в других, не знаю, следите за новостями Георгий Соловьев, а теперь мы переходим да, но в Москву мы 16-го, да, у нас будет пати. И теперь мы переходим к Илье как участнику эпичной влоговской вечеринки. Как всем известно, дорогие друзья, она пройдет 2-го декабря в клубе Грибоедов в 19.00 начало сбора гостей, вход свободный 16+, то есть, если вам 16+, приходите, если вам 16-, ждите наступление такого возраста. Сегодня мы как раз с Костей Павловым и с Денисом Константиновичем ходили в клуб Грибоедов 16-минус, Максим, а Тесак не одобрит, понимаешь, он как бы, я думаю, вышлет нам какой-нибудь спецназ свой, который всех разгонит, поэтому 16+, Тесак, будь спокойным, все будет. 100 литров мочи вышлет нам. И Александр Пистолетов, он тоже все хорошо, он нормальный чувак, не переживай. Да, кстати, будет Александр Пистолетов, это будет очень здорово. Так вот, суть в чем, что мы сегодня там были, утвердили сценарий, вот, место, естественно, для всех выступающих есть, и группа Нинь-Невзотяг во главе с Ильей будет выступать в первом часу нашей вечеринки, то есть где-то время точно сказать сейчас не могу, но где-то там с 19-20 там до... А я скажу, я скажу, сейчас я посмотрю. Да, давай, скажи просто, точно. В 19-20. Это на самом деле не очень радостная новость, я думаю, мы где-то 8 будем играть, у меня днем работа просто, поэтому надо с Бояном съездить, пробить на корпоративе. Вот на самом деле очень здорово, что это в эфире. Успеть, а саундчек. А саундчек у нас с часа в 4-5 будет в клубе. Ну ладно, причем тебе думаем. Хорошо, ну в любом случае ты должен быть и вообще как бы на вечеринке сыграть свои лучшие песни с эпишника, и еще я думаю даже больше получится, то есть как бы 5 у вас на... Мы там еще чуть-чуть наваляем сверху. Да, на меня льбоми. И, кстати говоря, я надеюсь, что Илья проведет такой, не знаю, либо конкурс, либо какой-то просто мастер-классик по фристайлу, и даже, я думаю, что за то, чтобы... А, не знаю, призом тому, кто лучше профристайлит, я думаю, будет один из наших утвержденных призов. Я думаю, потому что Илья не откажется и проведет такой небольшой интерактивчик со зрителями по поводу фристайла. Ты же не против? Да, конечно, это прям все на месте, все придумали. Да, мы сейчас тебе расскажем, что как, то есть, и ты будешь просто звездочкой на нашей эпической вечеринке. Вот. Денис, что еще нужно сказать про вечеринку в плане невзотяга? Что будет? Будет офигенный фуршет, и я... Да, так что, собственно, есть уже смысл туда прийти, чтобы просто побухать с нами со всеми. И, соответственно, мы так посмотрели, я не знаю, вы пьющие вообще или курящие какие вы? Пожалуйста. Мы просто, понимаешь, мы вот по списку, по сценарию всех, кто больше всех пьет, мы их поставили в начале, потому что, если они нажрутся, чтобы потом... Я просто, понимаете, была вечеринка, спасибо Евопате, самое первое, да, я могу понтануться, что вечеринки видеоблогеров начали устраивать мы, то есть вот я и Максим Брант, и мы сделали самую первую 23 октября прошлого года, и, естественно, все минусы, которые тогда были, мы учли, и уже как бы сейчас в этот раз их не будет, уже потом начались московские эти спасибо Евопате и так далее, вот, сейчас уже мы делаем без спасибо Евы вот эту вечеринку, и я помню, как было в прошлый раз, то есть те люди, которые больше всех нажрались, они потом, конечно, им сложно было выступать, поэтому всех пьющих мы, конечно, в начале поставили, чтобы потом они уже только развлекались, ну, а у нас, дело в том, Илья, дело в том, что у нас 4 выступающих, которые выступают с сетом, то есть это группа Невзотяг, это Александр Пистолетов, группа Lucky Hunters и стереотипы, вот, и мы таким образом всех распределили, что вот ваш сет, он будет с 19 до 20, до 19.50, то есть где-то полчаса, то есть у вас там 25 минут, вот, и поэтому вы будете первым таким вот сетом большим. Вот, ну, на самом деле, время, если уж там совсем никак мы будем корректировать, но, то есть как бы, в начале было бы неплохо, чтобы вы выступили по нашей, так сказать, системе. Вот, тут, кстати, поступают вопросики у нас, Карина Кереметова все не унимается, и спрашивает, Илюшенька, Солнышко, Зайка, тебе только рэп нравится, или еще какое-нибудь направление в музыке любишь? Я слушаю, помимо рэпа, я слушаю в основном Олимпийский, Ленкинг Парк, слушаю много классики, слушаю джазовую музыку, что еще назвать. Мне очень нравится тяжелая музыка, в основном я ее предпочитаю слушать. Ну и рэп тоже, конечно же, это Eminem, например. Он крутой. Кто, например? Eminem. Eminem? Ну или Mazeltov MC, вот мне очень нравится. Mazeltov MC, кстати, он очень понтовый чувак, да, но... Жалко, что он не пробился, так и остался в Индеграмде. Да, он в синагоге по субботам поет. Вот, Александр Чекалин, опять у тебя спрашивает, уличный концерт Нойза в мае, вы согласовывались с администрацией Адмиралтейского района или нет? Да, у меня... там... я пришел в администрацию, долго объяснял депутату, ну, нельзя депутат он или нет, но это начальник этого отдела по культуре, что мне бы разрешение взять, он мне говорит, ко мне приходит в год таких 200 человек, как ты, чем ты лучше. Я ему говорю, ну, мы такие классные вообще. Ну, я ему про Нойза даже не говорил, то есть, я просто на себя разрешение брал, Илья Стреколовский плюс 5 человек. Вот, и все. И в итоге, ну, я ему скинул наши песни, он послушал, и я ему еще сделал небольшую творческую взятку, ему нужно было написать стихотворение для субботника, призывающего людей идти и убирать улицы. Наверное, сделал все не так, как он хотел. Я написал стихотворение с иронией, то есть, я от лица человека, который ни за что не посетит субботник, ему стихотворение понравилось, но оно его не устроило. Он сказал, такое нельзя печатать, люди не поймут, они глупые, они не понимают, его не сарказм. Я говорю, ну, как могу, так и пишу, по-другому не буду писать. Вот, и, в общем, если мы так вроде, нормально, как-то пообщались, он понял, что я адекватный парень, не выписал мне разрешение сначала на май, а потом на все оставшееся лето. Понятно. Собственно, по нему мы и играли концерт. Понятненько. Слушай, а по поводу завтрашнего нашего выступления можно как-нибудь рассказать? Да, конечно. Вообще, я не знаю, как Макс и Костя в итоге это решили, но я им предложил такую вещь, что они делают новый проект один день из жизни и разные профессии. И я их взял в профессию рэпера на один день. Но меня охреново слышно, поэтому Макс лучше расскажет сам. Ну, в общем, суть в чем, мне как-то недели-две назад Костя говорит, Макс, слушай, мы с Ильхей выступаем на сцене, читаем рэп. Я так, в смысле, то есть, я вообще первый раз об этом заслышал, но потом Костя мне рассказал, что вот Илью пригласили на... Врать не буду, но, в общем, как я понял, это какой-то районный фестиваль субкультур, то есть там всякие музыкальные направления, другие... Такое администрация организовывает, чтобы платежи о том, что расизм это плохо, мы все равны и бла-бла-бла. И им по сценарию нужны молодежные различные номера, будь то битбокс, рэп, брейк и еще разные всякие подобного вида номера. И в качестве рэпера просили выступить меня, но по их условиям необходимо, чтобы на сцене было три человека. Ну что, я спросил, зачем три, если я один сделаю нормально, и сказали, нет, обязательно три, мы так решили. И я решил, что будет очень стрёмно, если два других человека будут совсем не рэперы. В прошлый раз мы выступали от этой же организации на дне рождения мороженого, там в качестве вторых двух рэперов были мой басист и диджей из группы. В этот раз будет Костя и Макс. В общем, на самом деле, это будет правда. Это будет так забавно. Текст, конечно, шикарный, музыка тоже ничего. Мы честно репетили это несколько дней назад с Костей и с Ильей. Ну, там, естественно, главная партия у Ильи, мы так, на бэках, и все вместе поем этот припев. И, кстати говоря, мы и пели, когда у нас был эфир в понедельник, но там, конечно, было плохо слышно, вот, завтра будет, конечно, лучше, но в любом случае это будет очень-очень забавно, мы будем в рэперских таких шмотках. Мы даже уже фотки отправили режиссерам этого мероприятия, чтобы они глянули, сказали... Все равно самое забавное было, когда к нам несколько дней назад мы с Костей и Максом сидели, общались, читали этот текст, как раз как-то накидывали идеи о том, как мы его будем исполнять, и позвонил режиссер, сказал, что очень хочется увидеть рэперов своими глазами, посмотреть, убедиться, что все хорошо. Он сказал, да, конечно, мы сейчас как раз ребятами репетируем, и он подъехал. Мы с серьезными лицами прочитали ему этот текст, он сказал, да, я вижу, вы, ребята, давно этим занимаетесь, все очень хорошо, я у вас уверен. Ты был, кстати, так забавно, потому что, ну, я-то еще, как бы, рэпер, ну, сами понимаете, какой, но Костя вообще-вообще не рэпер, это, конечно, будет так эпично, но мы будем стараться, естественно, как все, чем мы снимаемся, мы стараемся, и... Надо не засмеяться, потому что максимально творческий псевдоним будет какой вот, но старый, масл, полтинник, полтинник. Полтинник, а так уже есть же 50 цент. Ну, вот так вот, а он бы на русском, мама-максов, фифти-коп, фифти-коп. Нет, или как? Вот, у нас будет трио авокадо, называете, я не знаю, да, назвали, нашу команду авокадо, а это придумал наш позапрошлый басист из группы, он просто забил как-то репточку на слово авокадо, вот, и это слово осталось, и когда теперь я выступаю на всяких мероприятиях, где мне, ну, просто, грубо говоря, надо заработать денег, вести полную ахинею, какой-то глупый текст в стиле большинства рэперов, как они пишут в нашей стране, вот, там я называюсь группа авокадо, потому что обычно нужно несколько рэперов, серьезных ребят, которые выходят на сцену, говорят, я, я, чек, чек, вот, и мы выступаем под псевдонимом авокадо, так что вы теперь тоже часть этой большой продажной команды, офигенно, на самом деле, мы завтра в 3 часа, да, открываем это мероприятие, мы такие, начальные, хедлайнеры, такие, эй, яу, авокадо, MC Полтос, там, короче, нет, через полчаса, через полчаса, валюк, битвел выступать, так что, если кто-то хочет, я не знаю, кстати, насколько там свободный вход, может быть, если у нас сейчас будет какой-то перелив, то я позвоню с этому организатору, спрошу, свободный ли вход, и тогда кто-то может тоже прийти посмотреть на этот триумф, не побоюсь этого слова. Это вообще будет триумф, ну, я не знаю, на самом деле, есть ли смысл делать перерыв, вот, у нас есть какая-нибудь музычка, Влад? Если здесь какая-то музычка, можно ее... Мы можем поставить какой-нибудь наш трек. Ну, это можно ему скачивать, в общем... Ну, не, ну, было бы замечательно, вот, альтер-рега, например, замечательный трек, я его дарил. Поставь трек в гармонии, потому что мы сегодня ночью на него снимали клип, я после этого перерыва расскажу об этом. Ну, хорошо, а Влад, ты успеешь, как вообще? В чем? Я могу сейчас рассказать про то, как мы снимали клип, а потом поставим трек. Давай, да, тогда ты расскажешь про то, как ты снимаешь. Давайте, тогда через три минуты перерыв, а пока Влад качает, вы можете еще поболтать. Давай, расскажи, как ты снимал клип, песни? Сегодня мы приехали, ну, то есть уже вчера, а вчера вечером мы приехали на студию, на которой мы, собственно, снимали студийный синхрон вызов. Не, Макс, не это так, сейчас в чат напишем, в гармонии. Вот, и мы приехали на студию к 11 часам, нам привезли девочки энергетики, три ящика, вот, после чего мы... Это вот эти, которые, Red Bull, да? Да. Вот они на нас тоже выходили, мы хотели, как бы, с ними вот замутить, но, к сожалению, вот на мастер-классах не получилось, потому что, оказывается, детям нельзя вообще даже кофе, там, предлагать, то есть ничего, короче, такого, да, и в том числе и Red Bull, вот, а на Epic Lock Party мы их тоже не можем пригласить, потому что, ну, иначе это будет просто подстава бару, клуба грибоедов, и вот, но, естественно, в будущем мы с ними, скорее всего, будем сотрудничать, может, какие-то флешмобы, или еще что-то такое, так что, баночки, это, конечно, очень здорово, спасибо им. Забегая вперед, скажу, что, так как мы работали с 11 вечера до 7 утра, мы без перерыв делали миллион дублей, а песня достаточно местная, то есть мы прыгали, там, по-всякому отрывались, и, ну, прям вот, настоящий рок-угар был, присущ нашему поведению, то мы очень быстро выдыхались, мы выпили почти два ящика этого, этой гадости, не против этого слова, потому что нам было очень хреново потом, это же вообще там вредно пить больше, там, двух банок, мы выпили очень много банок, каждый банк по 6, наверное, вот, и у меня сегодня целый день адская резжога, я себя так плохо чувствую, я приболел, но зато мы отсняли этот клип, это было просто незабываемым, мы сделали дубль, там, три с половиной минуты, после чего, шли, пять минут сидели, у нас абсолютно полностью там вспотевшие лица, все стекает, мы как-то обсыхаем, еще на студии было очень жарко, мы сидим в другой комнате, отойдем чутка, идем опять, делаем новый дубль, там, с другого ракурса уже как-то еще, и вот так это просто затянулось в бесконечности, это было очень тяжело, мы очень устали, но остались дико довольны. Надеюсь, что... Ну, собственно, монтаж займет, я думаю, достаточно много времени, потому что там очень много дорожек вообще не надо, а монтаж будет очень динамичный, как я понимаю, я думаю, если он выйдет к Новому году, это будет шикарно. О, отлично, в принципе, Влад нам говорит, что готова песня в гармонии для эфира, так что давайте послушаем группу «Невзотяг», песня в гармонии, поехали? Вот такая вот песенка в гармонии от группы «Невзотяг», мне она сали очень нравится, у меня она... Ну, ты неправильно ее называешь, она называется «Цельком в гармонии с самим собой». Ну, в гармонии с самим собой, извини, пожалуйста, автор, песенник этой песни, она мне на самом деле, как и все остальные четыре из эпишника группы «Невзотяг». Их пять в эпишке. Ну, а одна плюс четыре, я говорю. Понял. Это плюс еще четыре. Вот, они у меня до сих пор в плеере, я слушаю их с удовольствием, и они пока мне не надоедают. Давай поговорим сначала с тобой о творческих планах, то есть, я знаю, что ты пишешь альбом, сколько там будет песен, и в принципе, когда это релиз. Мы начали вот запись альбома совсем недавно, но так как все ребята из группы работают на работах, потому что музыка пока что не приносит нам столько денег, чтобы мы могли только заниматься ей, то это все происходит обычно один-два дня в неделю, поэтому темпы очень медленно идут. С текстовой точки зрения альбом написан уже процентов на 70, а с музыкальной процентов на 30, наверное. Вот, как только мы это все... А можно такой вопрос, вот, Илья, скажи мне, какая цель у тебя конечная, или той, которой ты тянешься, вот, например, такой всем известный хуесос Юрий Хованский, да, у него главная цель жизни, чтобы быть в пентхаусе, в окружении там Моники и Шейлы, то есть это какие-то порнозвезды, да, которых он мечтает, да, которые будут вокруг него ходить и так по халам помахивать, периодически сосать хуй. А скажи, пожалуйста, к чему ты стремишься, то есть своим творчеством, то есть как ты потрастишь тот миллион, который ты заработаешь в итоге? по-моему, холландский прикольный чувак, я посмотрел его видосы, мне нравится то, что он делает. Не знаю, почему ты к нему относишься, потом у тебя спрошу лично. Ну, я тебе потом расскажу. Хорошо. Он тебе расскажет, Илья, лучше даже не спрашивай. Хорошо. Собственно, какие цели от этого всего дела? Мне очень нравится выступать на сцене, когда ты видишь искреннюю реакцию людей, которые реально получают от этого классные эмоции, и мне очень нравится писать музыку, когда ты сидишь на студии и вы записали песню, и вы там записали только что гитару туда, и вот ты начитал приблизительный голос, и ты не можешь сидеть в кресле, ты ходишь, прям вот так качаешь головой всем телом, и тебе просто нравится, и ты не веришь, что, блин, это только что мы сделали, как так вообще? И если бы я мог заниматься только этим, и меня не парили другие вопросы, то есть мне не надо было работать на какой-то работе, и еще что-то. Вот это было бы действительно что-то. Вот ты хрен. Давай, давай Дин на завод, как нормальные пацаны. Может, еще и не служил? Не служил. А собираешься? Я не годен. Негодник какой-то. Вот, тогда, если мы уже знаем, что у тебя есть планы на альбом, расскажи, пожалуйста, какие, то есть, сколько и какие песни ты планируешь... Сколько еще неизвестно, сколько получится, столько и будет. Ну, как бы они должны же быть как-то все-таки объединяться, либо общими звучания, либо общими идеями, и так далее, то есть, сколько их напишется, к тому моменту, столько и будет. На самом деле, я скажу так, что тем, кто следит за нами творчеством, за нашим творчеством уже давно, либо будет следить в ближайшее время до выхода альбома, их это слегка огорчит, потому что нам, собственно, играть-то нечего на концертах, кроме эпишки из пяти песен. Мы плодотворно палим песни, которые будут на альбоме, чтобы играть хотя бы там в лот-сорок сет. Так что приходите на наши концерты, вы слышите все за нами. То есть, ты все-таки зовешь на Эпик Влок Пати людей, чтобы послушали ваши треки? Ну, естественно. Молодец, я на самом деле за то, чтобы, да, люди приходили, радовались, потому что мы реально делаем эту пати хорошо, лучше, чем какую-либо в жизни, и, собственно, мы готовимся, чтобы было интересно и вам, дорогие друзья. Итак, какие-то еще вопросы? Ну, конечно же, наша вечеринка называется Эпик Влок Пати, то есть эпичная, Влок Вечеринка, никакое там говнофест, или я даже не знаю, как это называется, то, что будет в субботу. Ясно. А какой-то еще был вопрос, пока музыка шла, мы что-то обсуждали, я что-то забыл. Ты у кого сейчас спросил? А, я там еще пару вопросов, да, было. Извините, пожалуйста, ребята, кто... А почему группа не в затяг? Вот, именно так называется. Название группы пошло от никнейма, под которым я читал. Вот, собственно, так. То есть это не связано с курением наркотиков? На самом деле, если вы спросите, откуда пошло название ника, под которым я выступал до этого, то я отвечу, что в тот момент, когда я придумывал это слово, мы разговаривали с другом по телефону, и у меня не было никаких конкретных каких-то идей, но я ему сказал следующую фразу, что сейчас очень модно слушать Гуфы и прочих рэперов, которые пишут одно и то же, по сути, и про наркотики, это очень котируется. Но я не хочу писать такое рэп. Он сказал, а что если буха? И постепенно мы играем словами, пошли к словам в затяг. Кстати говоря, тут ты сказал про рэперов, и вопрос от Влада Чудовского. Каких русских рэперов слушаешь какое-то отношение к быдло-рэперам типа АК-47, Сява и подобный быдло-те? То есть именно из русских кого слушаешь? Из русских я слушаю Касту, Нойза, Анаконда, Сарапака, Карандаша немного. Никого бы не забыть. Но больше никто нам сразу так сходу не пришел. Так что вот, Сява, ну это просто Степ, был изначальный, но это так хорошо, по-первых, что он попытался из этого уже что-то дальше, но, как и любая шутка, она имела срок годности, и в дальнейшем это уже было совсем не смешно и неинтересно. Это уже стало больше противно, нежели круто. Как ты относишься к Дети Монку? Да, как и все. Ну, я не знаю, на самом деле, мне до сих пор кажется, что этот чувак прикалывается, как бы, просто очень грамотно. Тебе не кажется, что он уже тоже как-то перешутил в том смысле, что... Я про него уже давным-давно не слышал. Я про него последний раз слышал, когда в Риелков ТВ его сняли, тогда, как... все, больше я не вижу. Ну, а другие фрик-рэперы, там, Фоломкин или еще кто-то вот такого? Они все забавные, то есть на них можно посмотреть, но у них маленькие срок годности, и изначально понятно, что это все абсолютно несерьезно и неинтересно. Очень обидно, когда эти ребята на полном серьезе считают, что они идут к чему-то. Тот же Максим Доши, да? Как-то Валек битвел, мне рассказывал, что он когда был на минуте Сеслава, он с ним пересекался, даже битбоксил, а тот читал сверху. То есть этот парень, ну, на полном серьезе считают, что он занимается творчеством и все такое, но... Ну, мне обидно, как бы, за него, что он не понимает, что он делает. Не ведает, что творит этот парень. Понятненько. В общем... Но мне понравились его уроки-читки. Вот. По ним, по ним, собственно, я и учился делать рэп. Ясно. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, что мы уже общаемся на эти сколько времени. Уже 51 минуту. Давайте постепенно заканчивать. Вот. Нужно подытожить, чем? Самым главным тем, из-за чего мы сегодня, собственно, и собрались с Ильей, с Денисом. Мы собрались ради объявления и напоминания о Epic Lock Party. То есть она состоится 2 декабря, в воскресенье, очень удобно. Начало в 19.00, то есть в 7 часов вечера. Клуб Гребейда в Санкт-Петербург, Воронежская 2, вход от 16.00, выше. И там будет играть один из музыкальных, так сказать, хедлайнеров. Группа Невзотяг во главе с Ильей. И Илюшенко обещал нам, что сделать? Обещал нам провести с призами конкурс по фристайлу. Мы пока естественно не будем раскрывать конкретных секретов как это что будет, но в общем за фристайл можно будет получить офигеннейший приз. Правильно же? Конечно. Вот. Так что подписывайтесь на группу Невзотяг в описании будет она и, короче, везде, где только можно, и, собственно, завтра те, кто придет на наше выступление группы Авокадо, поржет, но я надеюсь, никто не придет, и уж тем более не заснимет видео. Это будет интересно. Пока вопросов больше нету, я думаю, просто всем все понятно, что будет на этой пати и по группе Невзотяг. Я думаю, мы еще пригласим не один раз их в наш эфир, особенно после выпуска клипа, после выпуска альбома, который предстоит. Альбом точно будет не раньше, чем весна, я думаю, что это будет какое-нибудь лето-осень. Песни-то сочиняются, но это все очень проблематично с точки зрения времени просто их записывать. будет Мояболь и полное свободное время у меня и ребят, мы бы записали все через два месяца. Но это невозможно, к сожалению. И обязательно, кстати говоря, когда будет тепло, когда ребята будут выступать уже на улице, мы к ним придем и снимем какое-нибудь шоу, как это все происходит и как это все здорово. Всем спасибо за внимание, с вами был Илья из группы Невзотяк, Денис Константинович, голова всего, что вы можете видеть и слышать везде. И я сегодняшний RJ Макс Брандт, а также спасибо Владу, который наконец-то удостоил меня выводом в эфир, было очень приятно с тобой работать. Спасибо всем, а теперь под конец слушайте что? Слушайте песню группы Невзотяк, Alter Ego. Я думаю, все готово. Давай, попрощайся, Илья, и песню слушаем. Спасибо большое всем, кто слушал наш эфир. И те, кто посмотрит еще видео. Классно, что вы задавали вопросы, но те, кто посмотрит, уже не смогут задать свои вопросы, несмотря на отвратительное звучание моего голоса, ввиду, во-первых, болезни, во-вторых, очень плохо.